Ренессанс И первичное, как правило, всегда интереснее Всегда интереснее и свежее А то, что мы каким-то образом становимся в своих познаниях первооткрывателями Может оказаться достаточно вторично с точки зрения искусства Поэтому мне кажется, что ваш опыт вас возвращает, видимо, много лет назад К тому, что когда вы были в чем-то продвинуты, начинали какие-то свои познания мира И они казались вам, в общем-то, настолько откровенными Проходит время и наступает, в общем-то, забвение И вдруг начинается опять какое-то возвращение Но оно, как правило, носит характер слабого утешения Есть такое выражение Никогда не откладывай на завтра Вот то, что можно было сделать, делать надо сразу Даже разбивая себе нос Это ваш опыт Вы рискуете, добиваясь чего-то Но когда вы откладываете, вы, естественно, оказываетесь в позиции слабого А мир этот любит, в общем-то, сильных Хотя есть такое выражение На слабых своих покажу свою силу, сказал Господь Он выбирает, видимо, так сказать, тех, кто не гордый Вот гордых он не любит Вот гордецов Поэтому живописи, которую я, в общем-то, представляю здесь И своими работами, и своим опытом Я, конечно, вижу прежде всего Ту школу, которую прошли художники Эпохи возрождения Я не беру религиозную живопись Я беру светскую живопись Которая, в общем-то, зарождалась в муках Она находила свой путь, в общем-то, ну, пять столетий тому назад Будем так говорить И пробивала себе дорогу Открыла свободному человеку Именно свободному человеку, которого создал Господь Им дал ему свободу Себя выразить Как правило, грех, который параллельно идет И который губит многие души в нас Вот Он является носителем такого, в общем-то, негативного характера И желательно, чтобы остаться наедине с собой И сказать, что душа моя, она, в общем-то, ну, не страдает Мои попытки выразить что-то В музыке, в литературе В воспитании семьи Вот, они не становятся такими пагубными Достаточно невыносимыми для других Мы всегда ищем золотую середину Поэтому для меня Вот я, как бы, показываю вам Вот первую работу Это натюрморт Яблоки Они были привезены с дачи Я положил в корзинку Хотел написать, потом отложил Думаю, что я не успею? Ну, что я там буду мазать? Что я буду мазать? И тратить краски, холст Времени мало Там уже вторая половина дня При дневном освящении И вдруг какое-то озарение произошло Я сказал себе А сколько успеешь, только и сделаешь Как правило, фрукты писать На следующий день уже они вянут Они становятся уже другими Это уже мучение И я, вот, поверьте мне Я пишу работу долго А здесь мне удалось написать за пару часов Казалось бы Я взял флейц Флейц И писал Настолько Думая, какая-то вот гонка началась Со временем Я даже не думал, что получится, не получится Думал даже о том, что Как я буду потом записывать этот холст Потому что он будет неудачный Название этой картины Счастливая случайность И вы знаете Она была написана Через пару часов уже стемнело И когда Вечером увидела Эту работу моя супруга Она сказала Не трогай, я прошу тебя ничего Не делай больше То есть На ее взгляд Удача была налицо Я даже сам этого не хотел Передал это состояние Хрустящего яблока Которое на зубах Скрипит Вы понимаете Сладкое яблоко И оно не навязчивое Оно совершенно не навязчивое В том смысле, что Живопись Не претендует на Ту Сухость Когда иногда Сушатся работы Тщательным исполнением Вот эта свежесть В исполнении Как в музыке Вы знаете Вот музыка Рождалась иногда Великими композиторами Самое прекрасное Самое интересное В мгновение Я это испытал на себе Глядя на эту работу Таких работ у меня не так много Они бывают так вот Знаете Порядка Каких-то в общем-то Исключений Но я почему вам показываю Эту работу Потому что она не претендует На Эрнессанс Она уже Состоялась Что будет потом Это уже будет Слабое утешение А здесь я испытал Вот эту Эту радость Потом Сейчас я вам Покажу немножко Другую работу Это портрет Портрет девушки Как вы видите Он прописан Достаточно Тщательно Весеннее состояние Как у Леонардо Есть девушка Дама с горностаем У меня с бабочкой Я не думал о Леонардо Но я всегда Любил его Любил Джотто Любил Рафаэля Вот Хотя По большому счету Мои Возможности Посмотреть Реально хорошие картины Сводились К Третьяковской галереи Вот Посмотрев наших художников В общем-то Сурикова Репина Вот Им подобных Поленова Вот И Я хочу сказать Что в живописи Разные бывают Предназначения В свое время Меня поразил Рембрандт Когда я увидел Его заказные работы Портреты Когда он Так их писал Тщательно Прописывал руки Как Рафаэль Даже лучше Казалось бы Заказчик Заказчик требовал Он относился К этому Очень внимательно Себя немножко Даже где-то Приводя В какое-то Состояние Рабства Вот У него Некоторые работы Были Конечно С Ренессансом Потому что Он знал Кто у него впереди У него Впереди Было Леонардо И Рафаэль И он Естественно Шел В этом Фарватере Хотя В рамках Своей школы А вот Работы Которые он Писал Для себя Портреты Которые только Для себя Были написаны Они отличались Особой композицией Свободой Композиции Даже те работы Которые висят В Пушинском музее В основном Там всего Три работы Подлинники А остальное Носит характер Школы Потому что Там есть робость Та робость Которая Свойственна школе Которая В рамках Ренессанса Вспоминает Уже сделанное Что-то И всегда Слабое Утешение Но Не бойся Этого выражения Потому что Бывает любовь Как с Ренессанс Слабое Утешение Но это Утешение Это хорошо Это здорово Когда человек Возвращается К чему-то Прекрасному И не всегда Можно сравнивать Те 17 лет Свои С 40 Годами Восприятия То есть Это неправильно Всему свое Время А вот еще Одна работа Это Снятие С креста Ну В моей практике Было лет Около 30 Я расписывал С малых Лет Церкви Занимался Настенной Живописью Писал Фоновую Живопись Учился Многому Копировал И У меня Были Конечно Учителя Из средних Средневековья Это Естественно И Наши Живописцы Иконописцы И Джотто И Те Кто Занимал Делал Действительно Большие Шаги В этом Направлении Поэтому Эту работу В силу Своей Какой-то В общем-то Зависимости От сюжета Ее Можно назвать Ренессансом Авангардного Ну Я Пытался Здесь Изобразить Облако С Тремя Свечами Как бы Олистворение Рождение Троицы Когда Своей Жертвенностью Христос Добавил Сына Вот К этому Понятию Вот Здесь Больше Эмоций У Марии Магдалины Я Даже Специально В силу Своей Светской Картины Это Светская Картина В церкви Конечно Меня бы Попросили Развернуть Все Показать Страдание Матери Но В силу Того Что Я Свободный Человек Я 30 лет Занимался Именно Живопись И Когда Алексий Патриарх Просил Меня Продолжать И Я Последние 5 лет До 70-го Года Помог Нет До 90-го Года Расписывал Одни Алтари Вот Потому Что Это Большая Ответственность И Тщательность Прописки Вот Я писал Маслом Вот На стене Там Очень Низкие Купола Купол Низкий Все Видно Ничего Не Скрыть Я Здесь Написал Вот Богородица Я Отвернул Страдание Матери Это Действительно Это В нем Это Как Бы Вот А передал Чувство Большие Страдания Это Как Бы Дань Может Быть Джотто Поскольку Мне нравились И вот Эти Переживания И Переживания Вот Этого Умершего Человека Который Спускает Последний Выдох Как Б Тишайший Выдох Тишайший Тише Уже Не Может Быть Все Его Уже Нет Тело Уже Мертвое Эти Вот Страдания Я Могу Открыть Тайну Я Увлекался В свое Время Музыкальными Такими Вещами Ну Любил Сравнивал Верди С Вагнером Понимаете Как бы Вот Героическое Любовное Так сказать Если Вагнер У нас Это Он Исповедовал Только Героику Он Говорил Что Любовь Это Недостижимое Верди Говорил Что Любовь Это Любовь Он Воспевает Любовь Но Так Он И не Достиг Этого Верди Не Добился Потолка А вот Очень Сильная Поэтому Я здесь Показал Как бы Героическое Начало Такое Музыкальное Помните Валькирия Пролетает Вот Как бы Музыкальное Такое Вступление Валькирии Опера Это Музыка Напряженная Я вот Слушал И меня Это Потрясало Вот этим Состоянием В 2001 Году Господь Как бы Сподобил Меня Передать Письмо Патриарха Алексе Они же Не общались Между собой Плохо Общались А тут Поездка Намечалась В Ватикан И Надо было Подарок Сделать Приехал Секретарь Сюда Вот И он Выбирали Подарок Папе Обычные Иконы Дарили Какие-то Там Ну Решили Картины Ездили По мастерским Художникам И ко мне Приехали Как-то Оказались И все А у меня Была Такая История Этой картины Это Бичевание Такая История Мы сидели В кафе Было Очень весело На Арбате Мне было Хорошо Так Было Состояние Все смеялись Там гуляли Как-то Так Это Вечернее Состояние Лето И я Обычно Имею привычку Носить с собой Планшетик С бумагой Я Стал рисовать Что-то Понимаете Стал набросок Делать И почему-то Я нарисовал Вот Сидящего Человека В образе Ну Христа Как бы для меня Это был Ну просто Человек Я хотел Изобразить Перед свечой Которого В общем-то В терновом Венце Руки Связаны И такое Бичевание Идет Как бы Унижение Я почему-то Почувствовал Другую сторону Медали Вот этого Со своего Состояния А что же Может испытать Человек Как тут Коснулось Меня это Я один набросок Делал Второй Третий За вечер Через месяц Я уже приступал К картине Писать А через год Приехал Этот секретарь Вот Для того Чтобы выбрать Там От Министерства культуры И от Патриарха И когда Это они увидели Он увидел Сказал Вот только Это Все Мы больше Не поймем Только эту Картину Я уже Через 4 дня Сидел В самолете Через 2 дня Я уже был На приеме Вот Хотя Господин Министр культуры Сказал Он тогда Еще Кто был В расширении Такого Кто был Министр Это был Ну Ну Ладно Министр Приходит И уходит А художники Остаются Вот Он говорит А можно ли Картину Только А этот Секретарь Говорит Нет Он будет Только С художником Общаться Только С художником Там была Сознанная Делегация Такая Что Меня И визу Сделали И паспорт Даже У меня Не было Что-то Сделали Быстро Вот И 58 минут Я был В личных Покоях 58 минут Снимало Два То есть Телевидение Наше Два Посла Было Ватикана И Россия Именно Так сказать В этот момент На приеме И он держал Мою руку Минут 15 Смешной человек Вообще Если так можно сказать Святейшим Вот В плане того Что он На службе его возили А тут он бегал Просто На своих Красной Чеверичке Он там Побежал туда Принес То что-то Раз Раз Сел И Висит Рафаэль Там Джотто Моя Картина И он это Как воспринимает Как какой-то Вот Я как идиот Мне ничего не дошло Это Я даже хотел Отказаться Поехать Забегая Вперед Я могу сказать Что я вот рассказывал Леночке Что Лет Пять назад Мои друзья Такие они все деловые Устраивали Это Как его Кто у нас сейчас Президент Америки Трамп Да? Трамп Он приезжал сюда С какой-то Своей акцией Там Мира Что-ли Что-то такое Там Красота Это Конкурс красоты И они говорят Жень Давай Раз ты у нас такой Развитой Картину подаришь Киркуров Идет Половина Двенадцатого Дня Я Без пятнадцати Двенадцать У меня пятнадцать минут Я Как бы Да 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 Ну Ладно Какую-то Картину Там Хороший Интерморт Зарама Такая Шикарная И я Принимаю Решение Что Нет Как Обычно Я Это Делал У меня Такое Положение Что Я Говорил Сначала Нет Сначала Да Потом Ой Отвязаться Надо И тут Не перевесило Ничего Они Ждали Что Я Приеду Им Им Нужно За Заехать Забрать Меня Они Просто Не знали С кем У меня Дело Понимаете И хорошо Что Так Получилось Они Конечно Очень Обижены Были И моя Картина Не оказалась У Трампа Хотя У меня Здесь Она Есть Я Как-то Ее Мог Подарить Хорошую В хорошей Раме Дорогая Рама Все Это Тем Более Такая История За мной Идет Там У папы Там Была Выставка Ватикане Как-то Они Это Сообразили Понимаете Кого А у меня Какие-то Такие Такая Живопись Вот А мне Жалко Показалось Что Я Отдаю Работу Там Я Отдал Работу Подарил Но Я Поехал В Италию Мне Потом Кстати Святейшую Неделю Подарил Путешествие Я рассказывал По Югу Италии По Святым Монастырям Открывали Мощи Вот Открывали Мощи Я прикладывался К ним Там Даже Павел Владимирович Хорошил Такой Замминистр Культуры Был Он С женой Сопровождал Меня В этом Плане И он Даже Говорит Я тоже Хочу Потому что Такое Это Вообще Нереально Просто И вот Мы Ездили Неделю По Святым Местам Любое Повторение Успеха Любое Повторение Чего-то Что Было Это Ренессанс Это Все равно Является Слабым Утешением Желательно Быть В Вангарде Чего-то Но Это Дается Немногим Это Очень Сложно И Мы Понимаем Что Лет Через Пятьдесят Что Это Авангард Через Сто Что Это Был Авангард А До Этого Успехи Вспомните Сколько Художников Которые Потом Стали Известными В мире Музыкантов Которые При жизни Ничего Не Получали Но Они Были Первичны А Все Остальное Что Являлось Как Успешным Оказалось Вторичным Вот Еще Одна Большая Картина Как Раз Это В теме Ренессанс Слабое Урешение Вот У меня Приятель Один Он Не Молод У него Молодая Женился На Молодой Девушке Старше Намного Он Говорит Чего Этюдник Холст Приезжай Писать Месяц Писал Приезжал К нему Домой У него Шикарная Квартира Шикарная Это Его жена Молодая Глуповата Немножко В плане Того Что К искусству Отношения Мало имеющие Но Тело Вроде Такое Добротное Ради Бога Это Его Выбор И Я Написал Эту Картину Вспоминая Веронезе Но Я писал С натур Она Была Написана С натуры От и до Я Уже Как Говорит Шаг Вправо Шаг Влево Расстрел Если Он Его Вызывает Куда Он Через 15 Минут Тихо Открывает Дверь Входит Где Я Стою Я Говорю Лева Ну Ты Вообще Мерзавист Ты Меня Пригласила Нас Как Подозреваешь В чем Ну Такая Вот Это хорошо Такой Момент И потом Я сказал Что я буду писать И я не отдал Ему Он хотел Ее купить Но я сказал Нет Я не отдам Потому что У меня На эту Картину Она была Написана У меня Просто Фон А я подумал Ну что толку Она лежит Ну какое отношение Она имеет Вообще К искусству Вот И у меня Были Этюды Написаны В Кемере В Турции Написаны Какие-то Работы И я Решил Что я Эту работу Сделаю Для себя На метр Пятьдесят Большая Работа Вот И я Стал писать Это Название Этой Картины Жизнь После Рая Жизнь После Рая Вот там Если Внимательно Посмотрите Там уже Голова Адама Там уже Все Как бы Так И Голова Гаргоны Характер Женщины Ну как Я себе Представлял Глядя на Свою жену Я как бы Говорю Что Ну кто Какой Она И ангел И гаргона Одновременно Понимаете Вот это Это мои фантазии Которые Может быть Лишние Здесь На этой картине Но тем не менее Я решил Эту картину И своего Мопса Написал Друга Джорджика Как Вот Вписал Потом Вписал Вот Он так и не видел Эту картину Я Он Меня так Обиделся Я сказал Ну что это такое Я говорю Извини Ты думаешь Я ему подарил рисунок Просто Рисунок подарил Вот достаточно Вот Потом кстати Так получилось Что у них Не сложилось Ничего там Но картина Осталась Вот это Как бы Воспоминание О Тех Великих Произведениях Которые Были созданы Но Созданы Опять же В силу Моего умения Обстоятельств Сложившихся Вот Я так смотрю Проследить Я буду немножко Говорить О Картинах Которые здесь Представлены Не сравнивая ни в коем случае С тем Что я показываю Для меня Важно Чтобы вы Немножко ориентировались Вот На Направление Есть Такое Понятие Многие Художники Появились В Семидесятых Годах Восьмидесятых Театральные Художники Заказов Не стало Понимаете Вообще Театр Мало Платил И Почему-то Стали покупать Картинки Такая Мода Была Как бы Вот К этому Графики Они все Перешли В живопись Масляной Краской А тем более Испытывая Такое Есть фотографические Вопросы Решались Делая фотографии Где-то Можно их было Где-то повторить Не особенно Обременяясь Натурой Понимаете Появилось Очень большое Количество Художников Мультяшных Чуть-чуть Не обижая их Потому что Мультяшность Это немножко Их мир Который Они вдруг Решили Воссоздать А вдруг Вот Это будет Интересно А вдруг Еще и Купят А мы Все так Думаем Иногда Хочется Чтоб Купили А потом Как можно Дальше Прячем Когда Вроде Как бы Это Становится Это уже Не так Интересно Вот Поэтому Я хочу Сказать Что Живое Письмо Живое Письмо Оно Как бы Определяет Прежде всего Самоценность Это как Диалог Вот вы понимаете Диалог Между двумя Людьми Вот он Самоценен Тем Что происходит Какое-то Столкновение Какие-то Чувства Высказываются Даже может Скандал Даже Может Любовные Фразы Если они Искренние Они Имеют Свойство Оставаться В веках В стихах В музыке В литературе Да в воспоминаниях Любого человека Он всегда Ловится на мысли Что Было что-то Такое Ради чего Я жил Вот было Что-то Такое Но что-то Ушло От меня Ускользнуло Или наоборот Осталось Это хорошо Но здесь Много символов Здесь Очень много Символов На картине Вот Как бы И камни И вот Эти лилии Какой-то Мой Бабочка Там сидит Вот понимаете Ну вот Эта картина Она как бы Писалась Долго В течение Десяти лет И слава богу Я ее Поставил И она найдет Своего Клиента Она не показывалась Практически Она уйдет Как многие картины Которые Когда вот Месяц назад Ко мне Приехал человек И Купил то Что лежало Восемь лет Без движения Небольшая Небольшая вещица И И Как правило Я сам удивляюсь Что я ее Не хотел Практически Она Как мне Казалось Ну забыта И забыта А ведь Кто покупает Кто приобретает Будем так Говорить Относиться С уважением Кто приобретает Когда ему Дарят Он говорит Подари Мне эту картину Или он покупает Сам Он становится Соавтором Чего-то Он уже Вкладывает В эту картину Свою историю Здесь интерес Происходит Тогда Когда Это Начинает Жить Вот почему Третьяков Оказался Друг Вот Человеком Который Настолько Сжился Со средой Художников Настолько Он дал Как говорится Вот этот Пласт Обогатил Своим именем Потому что Он Накапливал Это все Как земля Накапливает Тонкий слой Земли Накапливает Ту энергию Которая Рождает После себя Что-то Ренессанс Является Некоторым Оправданием Чего-то Оправдывает Наши Ну Наши поступки Которые Были совершены И Если Они Замолены Хорошими Поступками Нашими В будущем То это Очень здорово Поэтому Слабым Утешением Довольствоваться Можно Но Всегда Нужно Надеяться Что Это Будет Чем-то Новым Более Интересным Для поколений Вот У меня Альбомы Мои Альбомы Как правило Искусающие Статьи Писали Люди Уникальные Которые Ниже чем Ван Гоге Не писали Это старые бабушки Очень известные Вот И я даже Свои альбомы Эти Аната Там большие статьи Вы поймите Я их даже до конца Не прочитаю Я начинал читать И закрывал Знаете почему? Потому что Читая И сравнивая Себя Они пишут О своих Это их хлеб У них свой труд С уважением Нужно к этому Относиться Но Иногда Это мешает Художнику Сосредоточиться На том Что называется Его Вторая реальность А вторая реальность Всегда Очень опасна Для окружающих Потому что Он может В дебри увести Потом оттуда Не выйдешь Пусть Отстоится Вот почему Я говорил Когда общался С такими Великими Я считаю Певцами Как Атлантов Хорошева Володя Вот И Милашкина Там Ну в общем-то Когда они должны Жить Именно сегодня Их голос Сегодня Важен А художник Должен Умереть А потом О нем Будут говорить Это самое ценное Что может быть Вот Об этом Нужно думать То что Похвалы Даже какие-то Мог быть сегодня Они малоинтересны Должны быть Для художника Он сделал Получил деньги Если он Продает Это Из него покупают И довольствоваться Этим Если он Недоволен Что у него Не покупают Бери большую Кисточку Метлу И мети Улицы Зарабатывай деньги Я ушел Из реставрации Потому что Попа Работник Балда Меня уже достала Потому что Я уже перестал Деньги большие шли Я думаю Когда же я буду Заниматься искусством Вот Свободным В том смысле Что Ну я опять У меня опять храм Там на полгода Расписывать Опять Я уезжаю От семьи Отрываюсь И я многих художников Видел Которые сгорели На этом Говорили Что Вот сейчас Я напишу Еще храм Распишу Заработаю Там Несколько миллионов И вот потом Я пойду На этюды И вот Буду писать Как меня учили Мои учителя А время уходило Оно Как песок Балыки Коньяки Это все Это Исчезает Поэтому Желательно В тени А если уж Назвался Груздем Вот Как говорится Полезай в кузовок Спасибо вам большое Господа Спасибо Спасибо